Налоговая служба обратила внимание на компанию Анни Лорак, Анни Лорак Продакшн, и занялась ее ликвидацией по причине несоответствия юридического адреса фактического. По информации юриста Михаила Алексеева, с данной проблемой столкнулась не только Каролина Куек, имя певицы по паспорту, но и тысячи других владельцев бизнеса. УАО Анни Лорак Продакшн, учредителем и директором которой является Каролина Куек, тоже была вполне приличная, но если ее фирму закроют, артистка будет наказана. Несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компанию. Отметим, что это не единственная проблема, которая настигла знаменитость в последние несколько недель. Некоторые пользователи, узнав, что у селебрити начались проблемы практически сразу же после конфликтной ситуации, возникшей на почве интервью о домогательствах Меладзе, связали две эти ситуации и посчитали, что карьера Анни начала рушиться из-за хейта и обвинения общественности, которая вступилась за музыкального продюсера. Не удивлюсь, если так оно и есть. У Ани много подписчиков, влиятельных людей. Могли постараться. Вот меня насторожило только то, что она записывала ответ на хейт и такая типа. Меладзе ни в чем не виноват. Почему так мнение поменялось быстро? Подписчики подгадали. Открыли обсуждение подписчики Ани.